С ремонтом обуви на «ты» Владислав Джан уже 15 лет. Он потомственный сапожник, продолжает дело отца. Интерес к профессии у мастера проявился ещё в школьные годы. Когда у меня было свободное время, приходил к отцу, и он мне давал какую-то работу. Начинал с самого малого, что-то там отрывал, что-то отпарывал, что-то делал. Потом дальше больше мне это нравилось, я втягивался в это. И уже более он меня стал учить. И вот так и так, и всё это пошло дело. Сейчас мастеров-обувщиков обучают в специальных техникумах и колледжах. Но у Владислава профильного образования нет. Все знания от отца, который кроме опыта передал сыну и свой раритетный инструмент. Этим обувным молотку, ножницам и ножам более 40 лет. Я не покупаю новый. Ну зачем мне новый, когда есть у меня отцовский? Пока он живой, я буду им работать с этим инструментом. Во время съёмки в мастерскую поступили вот эти красавцы. Отошла подошва одна из самых распространённых обувных проблем. В понимании обычного потребителя ремонт займёт минут 10. Что сложного оторвать старое и приклеить новое? На деле же полная реконструкция затянется до 3-4 часов. Профессия требует усидчивости, стрессоустойчивости и не прощает ошибок. Сколько бы ни было у тебя опыта, ты можешь испортить, запороть какую-то пару. Поэтому здесь нужно всё делать внимательно, аккуратно. Я очень много испортил обуви, прежде чем научился. У меня большой опыт и даже сейчас я могу испортить какую-то обувь. Полная концентрация во всём. Главное кредо сапожника. Ошибки недопустимы и в подкраске обуви. Чтобы реанимировать эту пару, нам понадобится 2-3 дня и столько же слоёв краски. Применяется специальный краситель на основе аммиака. Конечно, на кузов машины его не нанесёшь, но с обувью справляется прекрасно. Краска с хорошим проникающим эффектом. Вода и перепады температур ей не страшны. На нанесении цветных слоёв работа не заканчивается. Что дальше? Обработаем кремами на основе пчелиного воска, покроем их влагозащитными спреями. И всё, и можно отправляться в путь. Работа сапожника – это ещё и индивидуальный пошив. Но это более трудоёмко, и цена за такую ручную пару очень высока. За новой обувью к мастерам идут единицы. А за ремонтом? Мы спросили у голгородцев, актуальна ли работа сапожников сегодня в мире одноразовых вещей. Я думаю, что актуальна. Индивидуальная работа, она всегда ценится. Так ты купишь, а не расклеится, допустим, а он тебя и прошёт, и склеит, и что только не сделает. Если делает качественно, то есть на совесть, как раньше, почему бы нет, не обратиться. Ну, вообще, я думаю, нужна. Во все времена сапожник нужен. Илья Лядвинкаун, Павел Емелин. Программа «Такой день» на мире Белогорья.